Активные жильцы имеют шанс повлиять на капремонт. Таких создавших совет и домов в городе только 150. Именно председатели и члены правления этих домов смогут участвовать в работе специальной комиссии, которой предстоит принимать основные решения по реализации краткосрочной, так называемой, ремонтной программы на следующий год. Ее сейчас готовит управление городского хозяйства. Специалисты пропишут, какие из городских домов необходимо откапиталить в первую очередь и учтут все виды работ, необходимые конкретному дому. Пассивные жильцы, говорят чиновники, такой возможности себя лишили. То есть и собственники сами теряют возможность участвовать именно в выборе вида ремонта по своему дому. А для них же это, собственно говоря, первостепенно. И потом председатели советов домов имеют право участвовать в выборе подрядчика для проведения капремонта, имеют право контролировать ход выполнения работ, принимать работы, подписывать акты. И средства на капремонт из своих домов большинство железногорцев молчаливо доверило региональному оператору. По закону до 1 октября решением общего собрания собственники должны были выбрать, где именно будут накапливаться средства, отчисляемые именно ремонт. На специальном банковском счете или у регионального оператора. Взносы домов молчалов по закону будут направлены региональному оператору. 693 дома в нашем городе будут формировать фонд капремонта на общем счете регионального оператора. И только 4 дома будут формировать на спецсчете. То есть, да, жители активности не проявили, в результате чего все они были в соответствии с законом Красноярского края переданы региональному оператору. Уже в ноябре железногорцы получат первые квитанции на оплату капремонтов. Размер взносов в зависимости от типа дома составит в среднем 6 рублей за квадратный метр. Через два месяца уже в начале следующего года плата для всех вырастет на 30 копеек.